Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Иси Господи! Благослови, Душа моя Господа, Иси, внутренняя моя и без святой Его! Мир вам, возлюбленные Христе, братья и сестры! Христос воскресе! Сегодня хочу обратить ваше внимание на такие человеческие качества, как боязливость, лень и клевета. И все эти качества мы разберем на примере неверного и лукавого раба в притче Господней о талантах. Данная притча известна в нескольких интерпретациях. Притча о талантах встречается в Евангелии от Матфея. Ну и схожая с ней притча, притча о минах, встречается в Евангелии от Луки. Многие толкователи говорят, что это разные притчи, указывая, во-первых, на то, что они повествуются в разной хронологии по времени, хронология по времени различных, и также, кому обращены эти притчи. Мы не будем сегодня разбирать их схожесть или их различия. Мы сегодня поговорим именно о притче о талантах, которая содержится в Евангелии от Матфея в 25 главе. Итак, я напомню вам, что эта притча, хотя она вам достаточно хорошо известна. Продолжая разговор о девах неразумных, которые не соблюли себя и не встретили жениха как следует, Господь говорит, что о дне и часе, когда придет Сын Человеческий, неведомо. Ибо он поступит, как человек, господин, отходящий в чуждую страну, который призвал рабов своих и разделил между ними имение свое. Одному он дал пять талантов, другому он дал два таланта, третьему же дал один талант. Каждому по силе. И надолго отошел в страну иную. По возвращении же своем он призвал рабов своих, чтобы дали они ему отчет о веренном им. И вот первый пришел раб и сказал, «Господин, те пять талантов, которые ты мне дал, я их употребил в дело и умножил так, что пять талантов, которые ты мне дал, принесли еще пять талантов. Вот, возьми эти таланты». Второй также пришел и сказал то же самое, «Господин, вот два таланта, которые ты мне дал, я также взял их и употребил в дело, и вот эти два таланта принесли еще два таланта. Вот, возьми свое». Третий же раб пришел и действия, поступки и слова его были совершенно иными. Он пришел и сказал, «Господин, знаю тебя как человека жестокого, потому что жнешь ты там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. И убоявшись, я взял серебро веренное и пошел, сокрыл, закопал. И вот сейчас возвращаю тебе твое». Ответ господина первым двум был благоприятен. Он сказал каждому из рабов верный раб. «Был верен ты в малом, над многим поставлю тебя». Ответ же третьему был иной. «Раби, лукавый и ленивый, ты знал, что я жну там, где не сеял, и собираю там, где не рассыпал. Надлежало тебе взять серебро и пойти отдать его торгующим, чтобы оно также принесло свое, и с лихвой отдать мне». И посему, обратившись, он к слугам сказал, «Заберите у него талант и отдайте тому, у которого десять талантов». «И верните его во тьму кромешную». Вот такое содержание притчи о талантах. И, возлюбленные мои, притча Господня, имеющая эсхатологический характер, ибо она по времени сказана ученикам уже непосредственно перед тем, что должно свершиться смерть, воскресение и вознесение Господня, она очень емко, очень красиво, и в ней очень много красивого, правильного содержания. И давайте мы сейчас рассмотрим это содержание. Все толкователи согласны, что под Господином, отшедшим в иную землю, в иное государство, подразумевает наш Господь самого себя. «Ибо Он, воскреснув, действительно оставил нас и отошел к Своему Отцу до времени, и мы чаем Его второе славное пришествие». Рабы же, которым он обращается, которым он доверяет свое имение, по некоторым толкованиям, таким как толкования Иоанна Златоустова, Василия Великого, в первую очередь подразумевается, что рабы – это те, кому доверено, вверено управление Церковью, и это те пастыри, которым доверено пасти стадо. Епископы и священники – тем, кому доверено Слово Божье. И толкователи Иоанн Златоустов говорит, что недаром здесь употреблены таланты – это серебряная монета, серебро, потому как это отсылает нас к псалмам, конкретно к 11-му псалму, где сказано, что «Словеса Господня, словеса чисто, серебро рожено, искушено земле, очищено седмерицу». Иными словами, это драгоценное серебро, которое очищено в горниле и переплавлено до семи раз. Мы прекрасно знаем, что чтобы получить чистое, без примесей серебро, так же, как и золото, его надо очищать по средствам плавления. И вот это серебро, эта драгоценность – это Слово Божье, а Слово Божье как раз верено ученикам Господним. И именно пастыри, архипастыри таким образом имеют этот талант, чтобы служить на пользу церкви, на пользу возрастанию Слова. Но есть также и иные толкования. Святитель Московский Филарет указывает на то, что это не только дар Слова здесь подразумевается, но подразумевается и любой дар Божий, который дан любому верующему, и который он может приумножать. И обратите внимание, что в притче Господин призывает именно рабов своих. Он не призывает каких-то деятелей сторонних, он призывает рабов своих. То есть тех, кто уверовал в него и кто собрался служить ему. И образ раба тоже очень символичен. Нам известно, что раб в Иудее, раб, трудящийся Господину своему, отличался от рабов в общепринятом нам смысле. Потому что раб в то время – это был некий соработник своему Господину. Он мог также сидеть за столом вместе с Господином, вкушать его пищу, которую он его наделил. То есть это не был некая бесправная личность. Это был человек, разумно трудящийся Господину своему. Из-за совести, не из-за страха. И вот раб в этой притче – это каждый из нас, который действительно должен служить Господу не из-за какого-то страха, но из любви. И действительно мы видим, что когда Господину, который ушел надолго, кстати, обратите тоже внимание, что Господь своим учеником указывает в этой притче, понятно, что они изначально не обращают на это внимание, но он говорит, что Господин ушел надолго и вернется не скоро, но возвращается. И вот по возвращении своим он требует отчета. И первые два не используют никаких слов, выражающих надежду получить от Господина за верность свою, как какое-либо довольство. Блаженный Иероним толкует это поведение рабов верных тем, что видеть вернувшегося Господина своего, слушать словеса его, наблюдать его, внимать ему – это и есть уже огромная, великая радость, это и есть великая награда для верных. И вот эти верные, не в многом, как говорит Господин, входят в его радость, и он награждает их. Но это как бы понятно. А что же раб лукавый? Смотрите, к чему прибегает раб неверный. Он начинает свои слова с того, что клевещет на Бога. И таких достаточно много, ведь мы слышим таких, что многие недовольны чем-то Господом. И вот он говорит, я знаю. Он не говорит, я догадывался или я мыслен. Он говорит, я знаю, что ты жесток. И поэтому я ничего не нашел лучше, как сокрыть сребро, которое ты мне дал. И вот оно твое. То есть здесь не только клевета на Бога, не только страх, ибо он это сделал убоявшись, боявшись, но еще и клевета. И вот Господин, Господь ему говорит, ты знал, что ты будешь, должен дать ответ о том, как ты талант свой использовал. Но ты сокрыл его. И поэтому, не употребив его, ты получишь вечную смерть. Потому что тьма кромешная – это в притче вечная смерть. И таким образом, дорогие братья и сестры, это притча о каждом из нас. Потому что таланты богопознания, таланты служения направлены, как Господин сказал, ты ведь мог рабу неверному обратиться к торгующим. И они бы умножили твой талант. То есть талант этот в первую очередь каждому из нас должен служить ближнему. И тот, кто употребляет таланты, данные ему от Бога, для того, чтобы богатеть самому, для того, чтобы кичиться или развращаться данным талантом, это талант закопанный и потерянный. И Господин потребует ответ об этом таланте. И мы должны понимать, что талант – это не то, что мы должны сохранить, ибо этого недостаточно. Талант – это то, что мы должны приумножать. И таким образом тот же блаженный Иероним, он говорит, что не думай, что достаточно тебе пролить реки слез о своем недостоинстве. Потому что если ты и прольешь эти реки слез, но останешься в том, в чем находишься, не изменишься и не умножишь те благодатные дары, которые дал тебе Господь, то ты обрящешь участь вместе с этим рабом лукавым и ленивым. Дорогие братья и сестры, приумножать надлежит нам наши таланты. Это разные качества, дароданные каждому из нас. Кто-то имеет дар слова и несет это Слово Божие пастве или неверующим, приобретая таким образом многих. Кто-то имеет дар молитвы, кто-то имеет дар любви, а кто-то элементарно имеет возможность хорошо трудиться своими руками. И каждый из нас может этот талант употребить для того, чтобы служить Богу и ближним нашим. Желаю, чтобы каждый из нас, дорогие братья и сестры, вошел в радость Господина своего и не получил участи раба боязливого, раба лукавого, который боялся Господа не тем, что боялся оскорбить его, а страх его был подобно страху бесовскому, который знал, что Господь придет, трепетал, боялся, но ничего не сделал для того, чтобы дать ответ о своем уповании. Христос Воскресе! Христос Воскресе!